На территории Барышской епархии открылась еще одна воскресная школа. Она начала свою работу при новом Богородице-Рождественском храме Индзе. Теперь все, без исключения желающие, абсолютно бесплатно могут приводить своих детей по воскресеньям в эту школу. О том, как проходят первые уроки духовного образования, Кристина Акафонова. Занятия в Индзенской воскресной школе начинаются с богослужения. Два раза в месяц литургии в храме Рождества Пресвятой Богородицы проводятся архиерейским чином. И первое наставление ребята слышат из проповеди правящего архиерея, епископа Барышского и Индзенского Филарета. Вот праведность покупается только в веру Бога. А праведность – это облачение прачи, на котором мы придем, как Господь назвал. Царь Маршан и Сына и Святого Духа Али, Царь Небесный, утешите их души истинные, и в желездестве все исполняй, сокровище благих в жизни подателям. Приди все лиственные и очисти нам всякие скверны, и спаси блажей души наши. Обязательная молитва перед началом занятий, а уже собравшись полным составом, слушают житие одного из святых. На этот раз история жизни святителя Иоанна, архиепископа Новгородского, о том, как он летал на бесе в Иерусалим. Я знаю одного человека, который за одну ночь побывал в Иерусалиме, безразозлился и не заставил ждать своего отнющения. Ребятишки слушают своего педагога с открытыми ртами, а потом задают вопросы. Для них она просто тетя Аня, и это, безусловно, сближает и стирает границы между учителем и учеником. Матушка Анна целиком и полностью отдает себя своим воспитанникам. Конечно, личным примером нужно показывать, как детям жить, потому что слова, они не воспринимают. Можно миллион раз говорить одно и то же, и до сердца не дойдет. Ну, знаете, что я скажу? С Божьей помощью только все. Господь помогает мне, потому что сама я ничего не знаю. После теории переходят к практике. Ребят делят на две группы. Первая вместе с педагогом репетирует театрализованную сценку. У второй самостоятельное задание – нарисовать поздравления с Рождеством любимой маме. Кстати, родители тоже могут присутствовать на занятиях. Они и педагогу в помощь в плане дисциплины, и сами многому учатся. Решение пришло само собой, потому что хотелось бы ближе быть к Богу. И матушка очень такая искренная, то есть для детей очень полезно будет. То есть они развиваются духовно и помогает им узнать больше о Христе, больше вообще о Евангелии, всей истории, которую он рассказывает, им очень интересно. Мы довольны, потому что у нас появляется у детей интерес больше к этому, то есть они заинтересовываются постепенно. Сейчас в Инзинской воскресной школе занимаются 20 ребят. Двери этого учебного заведения открыты для всех. Занятия проходят каждое воскресенье. Начало в 11 часов. Кристина Агафонова, Дмитрий Гурин. Вести. Ульяновск. Инзинский район.